Итак, сегодня мы поговорим с вами о различных технологиях бурения, а конкретно о различных технологиях наклононаправленного бурения. На них будем делать акцент. И они у нас будут идти друг за другом последовательно. Будут какие-то новые термины, я буду стараться их объяснить вам, чтобы они лучше запомнились и легли вам в память. И буду пытаться максимально окрасочно подробно рассказать о том, чем отличаются те либо иные технологии друг от друга. Собственно, начнем с технологии горизонтального бурения. Технология горизонтального бурения либо горизонтальных скважин, она применяется уже достаточно длительный период времени. Объем горизонтального бурения растет из года в год. Это нормальная практика совершенно. И понятие горизонтальная скважина знают, наверное, не только буровики, но и в принципе любые другие специалисты, которые работают в области нефтегазового дела. Начнем с такого вопроса, что такое горизонтальная скважина. Я об этом ранее говорил, по-моему, в двух даже лекциях об этом упоминал, но я не считаю зазорным еще раз упомянуть эту информацию. Горизонтальная скважина – это та скважина, которая имеет достаточно протяженную фильтровую зону, которая пробурена на достаточно большой интервал по продуктивному пласту. Нередко первое восприятие, которое у человека вызывает понятие горизонтальная скважина, то, что по названию, то есть она горизонтальная, значит, она параллельна земной поверхности. И, так скажем, есть вот вертикаль, а по 90 градусов идет горизонталь. Вот и вся горизонтальная скважина. То есть обычно такое первичное восприятие идет. Но это не совсем так. И здесь акцент на том я и делаю. То, что это скважина, которая имеет протяженную фильтровую зону. То есть это скважина, которая пробурена на большой интервал по продуктивному пласту. Это важный момент в данном случае. Потому что пласт, он же может залегать не только горизонтально, он может под каким-то углом залегать. И если вы даже вот по пласту под каким-то углом пробурите свой ствол, он все равно будет считаться горизонтальным. Здесь мы говорим о термине горизонтальном не от слова горизонтальность, а от слова горизонт. То есть продуктивный пласт, продуктивный горизонт. Обычно горизонтальные скважины, они позволяют увеличивать дебет от 2 до 10 раз. То есть применение горизонтального бурения. Ну, если сравнивать с вертикальными скважинами. Почему такой разбег получается? Ну, типа в 2 и 10 раз. То есть совершенно существенная разница. Здесь акцент в основном на том, что это зависит от того, насколько вы качественно пробурите эту самую горизонтальную скважину. В чем преимущество недостатки горизонтальных скважин? Преимущество недостатки горизонтальных скважин строится на следующих основных моментах. То есть преимущество строится на том, что мы бурим больше интервал по пласту, мы увеличиваем фильтровую зону, мы получаем больше углеводорода в единицу времени. Значит, такая скважина априори должна быть более продуктивной, значит, больше приносить финансов в единицу времени и быстрее оккупацию. Тем более горизонтальное бурение позволяет активно воздействовать на продуктивные пласты, эффективнее производя нефтеотбор. То есть коэффициент извлечения нефти в идеале должен быть больше. Но это как раз таки не стопроцентный фактор. То есть тут уже зависит от того, насколько качественно вы пробурили свою горизонтальную скважину. С другой стороны, горизонтальная скважина априори будет всегда длиннее, чем вертикальная скважина. Плюс, если вам нужно бурить под каким-то углом скважину, значит, вам нужно применять специализированное оборудование для наклонно-направленного бурения. А если вам приходится применять специализированное оборудование, значит, вам нужно тратить больше финансов на вот этот сам процесс бурения. А если тратите больше финансов, значит, собственно, основная цель бурения – пробурить максимально быстро и дешево, у вас не выполняется. Но здесь стараются именно получить эффект за счет отложенной прибыли. Типа, я лучше потрачу побольше финансов на горизонтальную скважину, и потом они окупятся слегка, чем, допустим, буду несколько вертикальных бурить скважин. Ну и есть еще один минус – то, что горизонтальная скважина, она не дает, так скажем, стопроцентной уверенности, что вы получите выигрыш в результате. Посмотрите, здесь есть какие-то законы общие. Подкинул яблоко – оно упадет на Землю. Это закон всемирного тяготения, и он не подвергается сомнению, по крайней мере, в пределах планеты Земля. Здесь же нет такой четкой привязки. То есть, если я вам скажу, если ты пробуришь пласт, по пласту 10 метров, у тебя будет дебет 10 тонн, а если 20 метров, то дебет будет 20 тонн. Тут нет такой привязки, потому что многое зависит от условий сооружения этой самой горизонтальной скважины. И иногда бывает так, что горизонтальная скважина, она даже может оказаться менее продуктивной, менее, так скажем, выгодной с экономической точки зрения, чем вертикальной. Особенности горизонтальных скважин следующие. Во-первых, здесь много различных блоков, я буду их касаться так или иначе в ходе своей лекции. Во-первых, скважина наклононаправленная, она же горизонтальная, она характеризуется тем, что у нас имеется большая площадь контакта между инструментом и стенкой скважины, потому что инструмент так или иначе ложится на эту самую стенку скважины. К чему это может приводить? Во-первых, это может приводить к образованию прихватов, то есть это когда инструмент теряет свою подвижность и прилипает к стенке скважины. Если у нас инструмент лежит на стенке скважины, значит эффективность его какого-либо перемещения снижается, то есть энергоемкость возрастает, нам нужно больше сил потратить на то, чтобы прокрутить инструмент для того, чтобы создать на него нагрузку. Нам приходится постоянно бороться с силами трения. Допустим, те же самые утяжеленные бурильные трубы, которые призваны создавать осевую нагрузку, они даже начинают играть против нас. Другая сторона. Если мы будем горизонтальной скважины, у нас идет интенсивное накопление шлама, то есть остатков разрушенной горной породы в наклонном стволе, то есть мы не можем чисто по гидравлическим принципам вынести всю разрушенную горную породу и она начинает аккумулироваться, создавая тем самым нам определенные проблемы при дальнейшем углублении, при спускоподъемных операциях. Кроме того, если мы уж говорим про продолжение искривленной скважины, то в искривленной скважине, в горизонтальном стволе, когда вы спустите обсадную колонну, обсадная колонна будет занимать асимметричное положение относительно ствола, а значит цементировать ее будет сложнее. Безусловно, горизонтальная скважина требует больших затрат. И эти затраты характеризуются по следующим причинам. Вам нужно четко провести скважину по продуктивному пласту, причем по нефтенасыщенной части пласта. Для этого вам нужно постоянно вести контроль процесса бурения, в частности, вот здесь указано, с применением средств LWD, то есть Login Wild Drilling, караташ в процессе бурения. И вот это все по совокупности накладывает на нас определенную ответственность в плане сооружения горизонтальной скважины и требует от нас, опять же, больших финансовых затрат по сравнению с теми же наклонно-опоправленными или вертикальными скважинами. Есть еще одна категория скважин, достаточно интересная. Я про них, по-моему, вам не рассказывал еще, хотя, может, и говорил. Это скважины с большими отходами от вертикали. В зарубежной терминологии эти скважины называются ERD-скважины. Что же это такое? Давайте сейчас как раз-таки обсудим. Скважина с большим отходом от вертикали, скважина с БОВ, либо по-другому ERD-скважина – это скважина, которая имеет большой отход от вертикали. Ну, логично, да? То есть что такое отход? Покажу здесь на картинке. То есть вот здесь я начал бурить, допустим, на побережье, а вскрыл пласт я где-то вот здесь. То есть отход – это расстояние между точкой забуривания и точкой вскрытия пласта по горизонтали. То есть если я посмотрю с вертолета на всю вот эту картину, то я смогу замерить отход. Скважины с большими отходами от вертикали, они характеризуются отношением БОВ. То есть это когда мы берем отход, вот это вот расстояние, это вот расстояние, и делим на глубину по вертикали нашей скважины. И мы получаем какую-то цифру, коэффициент сложности, либо отношение БОВ. И, собственно, чем больше этот коэффициент, так назовем его, тем, собственно, выше сложность сооружаемой вами скважины. Если говорить о, в целом, тех скважинах, которые по миру бурятся с большими отходами от вертикали, то вот здесь приведена такая статистика основных рекордных скважин. Ну вот здесь как раз-таки можно увидеть вот эти понятия отношения БОВ. То есть вот самая сложная скважина в мире считается на данный момент пробурена в Катаре. То есть у нее отношение БОВ было 10,8. Ну и также здесь приведены примеры для шельфа, для глубоких вод. И, в частности, Россия тоже представлена на этом, так скажем, на этой мировой арене. В частности, вот у нас был до настоящего времени проект Сахалин-1, в рамках которого было пробурено более 25 скважин с большими отходами от вертикали. В 20-х, ну в 10-х годах точнее. И у них там коэффициент сложности достигал от 3 до 7. При том, что в рамках вот этого проекта была пробурена самая глубокая по стволу, то есть самая протяженная скважина. И ее общая длина составила 15 тысяч метров. Но, к сожалению, я сказал, до последнего момента у нас был этот проект. И в связи с геополитической ситуацией, которая вам всем известна, страны, партнеры, с которыми мы работали в рамках этого проекта, и компании крупнейшие стали уходить с него. То есть они сказали, что они не будут участвовать в рамках этого проекта. И сейчас нельзя сказать, что он находится под угрозой, но обманывать себя тоже не стоит. То, что вероятность того, что там будут сооружаться какие-то сверхпротяженные скважины до момента отмены санкций, это крайне маловероятно. То есть, конечно, мы всегда говорим о том, что мы самая большая и богатая страна, у нас самые умные люди, самые крутые технологии, но данность того, что есть в действительности, нам говорит о немножечко другом. О том, что по технологиям все-таки мы весьма-весьма объединены и отстаем от мира. Ну, по крайней мере, в бурении у нас есть серьезные в этом плане проблемы. Поэтому скважины сбов, возможно, в ближайшее время на территории нашей страны строиться не будут. Каковы области применения данной технологии, то есть скважины с большими отходами от вертикали? Ну, во-первых, это разработка спутниковых месторождений. То есть, это как раз-таки, допустим, у вас есть крупное какое-то месторождение, рядом с ним есть какой-то нефтенасыщенный пятачок, который вы планируете тоже разработать. То есть, отдельно для него не хотите строить ни площадку, ни платформу, а просто со своей какой-то отдаленной частью месторождения попытаетесь его вскрыть. В частности, сами по себе скважины с большими отходами от вертикали изначально создавались как раз-таки для того, чтобы бурить сложные достаточно проекты, пласты с плохо проницаемыми коллекторами, бурить скважины на море особенно, актуальным это было решение. Ну и в частности, со временем, когда поняли, что такие скважины могут быть весьма и весьма продуктивными, могут очень хорошо окупаться, иметь хороший экономический эффект, то их стали использовать даже для разработки уникальных месторождений, то есть, которые, по сути, в таких технологиях особо даже и не нуждаются. Каковы основные сложности скважин с большими отходами от вертикали? Ну, во-первых, чем дальше вы бурите, то есть, чем дальше вы находитесь от устья скважины, тем выше неопределенность положения вашего ствола скважины. То есть, в любом случае, у вас есть какие-то измерительные приборы, вы как бы стараетесь ориентироваться в недрах Земли, но сказать четко, что мы здесь условно находимся, вы не можете, у вас есть всегда какой-то уровень погрешности. И чем глубже ваша скважина, тем уровень этой погрешности растет. Второй фактор – то, что чем глубже, чем более протяженный ствол вашей скважины, тем менее эффективно работают некоторые оборудования, в частности, ударные инструменты для ликвидации прихватов ЯС. Эти скважины бурятся не быстро, потому что погоня за высокой скоростью бурения, она чревата, в принципе, потерей скважины. То есть, можно настолько некачественно и плохо пробурить скважину, что по факту потерять достаточно серьезные средства. Есть высокая опасность внутри скважины сепарации, то есть прорыва вод. Если вы, допустим, проведете скважину слишком близко к водоносному горизонту, то есть будете бурить по пласту и слишком близко прижметесь к подошвенным водам. Об этом уже чуть ранее говорил. Здесь нет такого подхода, что давайте начнем с экономией. Здесь нельзя экономить на технологии, особенно нельзя на измерительных технологиях, технологиях искривления скважины, потому что любая экономия, неоправданная, здесь чревата серьезными проблемами и потерей качества. Ну и качество должно соотноситься не только в плане измерения, а в плане всего оборудования, потому что те же самые бурильные трубы в таких скважинах работают со значительно большими нагрузками, при значительно больших нагрузках, и могут выходить из строя, ломаться раньше и быстрее, чем при бурении стандартных скважин. Поэтому вопрос защиты оборудования, вопрос использования более качественного оборудования здесь как нельзя актуален. Безусловно, при бурении скважин с большими отходами от вертикали, здесь это по сути некий отголосок тех же самых горизонтальных скважин, поэтому вам нужно делать контроль качественного цементирования, контроль качественного очистки ствола от разрушенной горной породы и так далее. То есть здесь это тоже имеет большую роль. Помимо этого, при бурении скважин с большими отходами от вертикали есть определенная сложность, связанная со спуском обсадных и бурильных колонн скважин, потому что силы трения иногда бывают настолько высоки, что у вас просто-напросто нет возможности инструмент спустить скважину. И скважины с большими отходами от вертикали, они имеют высокую, так скажем, вероятность возникновения осложнений в процессе бурения, таких как газо-нефть и водопроявление, прихвата образования, поглощения бурового раствора вследствие высокой эквивалентной циркуляционной плотности и так далее. Что касается, допустим, тех же самых буровых растворов, то на них должен делаться более серьезный акцент. Они требуют более высоких капитальных затрат из тех соображений, что они, во-первых, должны быть нацелены на качественное вскрытие продуктивных пластов, то есть минимизировать скин-эффект, чтобы тот же самый дебет не ухудшался. И при этом еще раствор должен отвечать всем требованиям безопасности и эффективного строительства скважины. То есть, допустим, быть акцентирован на качественный вынос шлама, на удержание стенок скважины в консолидированном состоянии и так далее. Помимо этого, есть еще такие факторы, которые тоже не стоит забывать. Я здесь все не буду перечислять, я сакцентирую на основных моментах. То, что при бурении скважин с большими отходами от вертикали высокая вероятность возникновения так называемого баклинга. То есть, явление баклинга – это то условие, когда у вас колонна спирализуется, то есть вы ее пытаетесь спустить, вы ее пытаетесь вращать, а она превращается, то есть она ведет себя в скважине не как жесткий элемент, она начинает вести себя как гибкая струна, то есть она как пружина начинает скручиваться в скважине и мешает таким образом вам проводить свою работу. Ну и второй момент, который я бы именно на этом слайде выделил, помимо всего прочего, потому что я про это уже говорил, это то, что традиционные методы геофизических исследований в таких скважинах затруднены. То есть, вы обычно знаете, что методы ГИС – это условно на кабеле, в скважину спускаем какой-то прибор. Но если у вас скважина имеет достаточно большую протяженность, и эта протяженность имеет в пологе профиль, то есть она скважина достаточно сильный наклон имеет, следовательно, спустить инструмент на кабель в нее иногда вообще просто не представляется возможным. Есть отдельный интересный аспект такой технологический, так называемый, как скважина с негативным весом. То есть в нашей российской терминологии мы редко вообще используем этот термин, но он практически не встречается, потому что мы такие скважины крайне редко бурим. То есть что такое скважина с негативным весом? Это скважина, в которую вы не можете спустить инструмент под действием собственного веса из-за высоких сил трения. То есть, как это проще объяснить? Ну, в стандартную скважину, если вы возьмете, начнете спускать трубы, то они под действием собственного веса будут все равно уходить, уходить ниже, ниже и ниже. То есть они будут за собой каждую вышестоящую трубу утягивать за счет нарастания веса. Но в скважине с негативным весом такие скважины настолько сильно искривлены, что вы пытаетесь спустить трубу в такую скважину, а она просто-напросто не спускается. То есть она просто зависает в стоячем положении фактически и не уходит непосредственно в недра земли. В чем особенности таких скважин? То есть в чем особенности, допустим, работы той же самой бурильной колонны скважины с негативным весом? Здесь нужно для себя отметить несколько факторов. Во-первых, эти скважины, но они не так давно стали буриться в целом в истории. То есть от силы первые такие скважины, наверное, лет 20 назад были пробурены. И нужно для себя отметить, что в принципе бурильные трубы, они как таковые не особо рассчитаны на использование под сжатие. То есть мы всегда любые расчеты раньше вели из тех соображений, проектировочные расчеты, что бурильная труба, она находится под усилием растяжения. Ну, вес нарастает, ее сильнее растягивает, ну, следовательно, нагрузка растет. И как таковой потребности оценки сжимающего усилия такого не было. И когда сейчас эта потребность возникла, буровики столкнулись с такой проблемой, что вроде бы по проектировочным расчетам трубы неплохо выдерживают нагрузки на растяжение, но если трубу сжать в процессе спуска, то вероятность ее поломки может даже сильно возрасти. То есть и вот этот момент приходится сейчас вот в этих новых скважинах учитывать непосредственно при проектировочных расчетах. Это накладывает определенные требования, то есть это заставляет нас использовать при бурении скважин с негативным весом так называемые премиум резьбы, высокопрочные трубы, которые бы выдерживали вот эти повышенные нагрузки. Иногда при бурении скважин с негативным весом рекомендуется использовать, например, принцип перевернутых бурильных колонн. То есть когда в нижнюю часть бурильных колонны мы ставим более легкие трубы, а в верхнюю часть бурильных колонны мы ставим более тяжелые трубы. То есть чтобы верхняя секция создавала более сильное задавливающее усилие и помогала нам проталкивать инструмент по скважине. Но помимо этого в скважинах с негативным весом нередко рекомендуется не применять утяжеленные толстостенные бурильные трубы, поскольку они ввиду своей жесткости и большого веса могут только помешать нам. И также рекомендуется применять такие дополнительные условия заталкивания инструмента, как применение дополнительного веса, то есть когда вы с усилием заталкиваете инструмент в скважину, либо когда вы с вращением инструмент точно так же как будто бы вкручиваете в скважину. То есть использование вращения при спуске. Обращу внимание, что если вы будете работать в наших реалиях, то есть в России, то вот эти два условия приложения усилия для заталкивания, либо приложения вращения для заталкивания инструмента, они у нас в регламентах запрещены. То есть это обусловлено не тем, что мы такие особенные, а тем, что у нас просто инструмент не способен выдерживать такие нагрузки. Если, в принципе, мы будем использовать высокопрочные трубы, то это вполне реализуемо. А какие основные недостатки спуска колонн с вращением? То есть это как бы видится самое первое, что может нам позволить и помочь спустить инструмент в скважину. То есть мы вращаем колонну, инструмент вроде бы легче завинчивается, ввинчивается в скважину, то есть все, как говорится, прекрасно. Но какие здесь есть отрицательные стороны? Во-первых, бурильная колонна изнашивается при спуске, то есть она постоянно контактирует со стенками скважины и, собственно, повышается степень ее износа за счет сил трения. А раз у нас бурильная колонна контактирует со стенками скважины, значит логически, что и начинают стенки скважины в свою очередь обрушаться. Следующий фактор, который нельзя исключать, это то, что возрастает опасность поломки бурильных труб. То есть как раз-таки вы пытаетесь провернуть трубу, она зафиксирована за счет повышенных сил трения, а вы пытаетесь ее прокрутить. То есть вы получаете в ответ на свой крутящий момент со стороны сил трения реактивный момент. И если эти скручивающие нагрузки достаточно высоки, то у вас вполне могут трубы сломаться. Ну и в частности при вращении можно не заметить какие-то предпосылки негативные при спуске и получить достаточно серьезное осложнение в виде прихвата бурильной колонны. Помимо бурильной колонны могут возникать проблемы и с обсадными колоннами. При спуске обсадных колонн скважины с негативным весом. Здесь какие есть факторы, на которые я бы обратил ваше внимание. Во-первых, это опять же нужно помнить, что обсадная колонна всегда больше, чем бурильная по диаметру. Значит, силы трения больше за счет большего диаметра, сами трубы более жесткие. И плюс в любом случае в скважине в любой остается какое-то количество шлама, и этот шлам может накапливаться, собираться и тоже создавать нам определенное противодействие в процессе спуска. Какие варианты существуют для спуска обсадных колонн в скважины с негативным весом? Здесь вариантов несколько. Они какие-то более реальные, реалистичные, какие-то менее реалистичные, но все они имеют место быть. То есть это, например, применение более легких обсадных колонн. То есть берете просто колонны более легкие, значит, при спуске на них будет действовать более эффективная архимедовая сила, а это будет говорить о том, что они будут легче спускаться в скважину. Но при этом нужно, конечно же, брать колонны более высокого уровня качества. И спуск точно так же перевернутых колонн, то есть, как я говорил чуть ранее, для бурильных колонн. Когда вы берете нижнюю секцию, какую-то легкую трубу ставите, допустим, 200-300 метров легких труб, а сверху уже ставите полноразмерные нормальные трубы. Спуск на плаву. То есть любые варианты спуска на плаву, они вот здесь представлены несколькими способами. Это то есть, когда вы спускаете обсадную колонну, не заполненную, либо частично не заполненную раствором. То есть, когда вы в ней оставляете какой-то объем воздуха, значит, она начинает обладать определенным уровнем плавучести и спускается в скважину, опять же, легче. Технология ГНБ. Про технологию ГНБ мы говорили чуть ранее. Здесь мы так пробежим себе, напомним по ней. Что сама по себе технология горизонтально-направленного бурения представляет? То есть, это базовая технология для прокладки подземных коммуникаций, безстраншейный метод прокладки. И он использует специальные технологии, специальные установки, которые позволяют создавать двухустевые скважины. То есть, базовая – это не технология бурения на нефтегаз. Я об этом уже не раз проговаривал. Но эту технологию можно применять все-таки в бурении нефтяных газов и скважины. В какой области, я сейчас акцентирую ваше внимание. Могут они применяться при добыче сланцевых и высоковязких нефтей. То есть, идея заключается в том, что мы сооружаем двухустевую скважину, подсекая продуктивный горизонт относительно на небольшой глубине. Ну, вот как раз-таки здесь показан пример. Буквально глубина 100 метров залегания пласта битаминозной нефти. То есть, вы с помощью такой скважины создаете двухустевую скважину и потом производите прогрев вот этого самого продуктивного пласта с целью, так скажем, снижения вязкости нефти и облегчения ее добычи. В чем особенности этого метода? Во-первых, при применении этого метода вы не используете стандартные буровые вышки. То есть, это используются специализированные буровые установки для горизонтально направленного бурения. Вертикального ствола у данной скважины нет, то есть, она сразу уходит под углом. Даже это можно на данной фотографии заметить. Она уходит подземно под углом. Ну и сама по себе буровая установка ввиду своей конструкции, из-за того, что нет, допустим, той же самой буровой вышки, она не может создавать осевую нагрузку как таковую за счет веса инструмента. Здесь нагрузка создается за счет либо усилия проталкивания, то есть, когда буровая установка толкает инструмент, либо за счет усилия вытягивания на себя инструмент, когда буровая установка тянет на себя инструмент. То есть, здесь, по сути, вес трубы никакой сверхбольшой роли для спускоподъемных операций не играет. Теперь поговорим о технологии многоствольного бурения. Технологии многоствольного бурения, мы про них уже говорили, многоствольное многозабойное бурение, строили для себя в голове концепцию, в чем разница между многоствольной и многозабойной скважиной. И я напомню то, что я тогда еще говорил, кто первый пробурил самую первую многоствольную скважину на нефть. Это был наш советский ученый Александр Григорян. Он в Башкирии пробурил такую скважину многоствольную успешно. Ну, после этого как бы стали считать то, что многоствольное бурение может применяться непосредственно в добыче на нефть и газ. Потому что до этого многоствольное бурение уже достаточно активно применялось при геолого-разведочных работах, при бурении на твердые полезные ископаемые. И как бы с этим даже вопросов никаких и не было. Ну, вот начиная с этой скважины, то есть в 50-х годах она, если мне память не изменяет, была пробурена. Вот начиная с этой скважины Александр Григорян доказал, что это можно применять и в нефтянке. Если говорить, вот просто анализировать в целом, много ли таких скважин бурится в мире, то нельзя сказать, что очень много. То есть по совокупности скважины эти бывают разных уровней сложности. То есть по факту существует первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой уровни. Первый и второй – это самые простые. То есть их на момент, на данные, ну, наверное, около 10 тысяч было пробурено. Третий, четвертый, пятый, шестой уровни сложности этих скважин, их было всего лишь тысячу пробурено за все время. То есть, ну, если вот сказать, да, там, начиная от 50-х годов по настоящий момент, то есть 70 лет, всего лишь 7 тысяча скважин – это действительно не так много. Какие сами по себе многострольные скважины бывают? Они классифицируются, как я уже говорил, по уровню сложности. Таких уровней сложности шесть штук. И самый, ну, уровень сложности – это уровень сложности ее сооружения. Самая простая – это первого уровня сложности. Ну, и логично, что самая сложная – это же шестого уровня сложности. Чем они друг от друга отличаются? Отличаются они принципом сочленения основного и бокового стволов. То есть, я пробегусь вот на данном слайде по их основной типологии, чтобы у вас она как бы зафиксирована была. Она здесь записана в текстовом виде, даны иллюстрации, но я еще проговорю устно для вас. Смотрите, самый простой способ бурения многострольной скважины – это когда ты буришь основной ствол, его оставляешь открытым, не обсаживаешь, и буришь из него боковой ствол, и его тоже не обсаживаешь. То есть, самый удобный вариант, когда ты можешь себе позволить пробурить скважину достаточно быстро, не тратясь на какие-то дополнительные манипуляции. И, в принципе, такое реализуемо, конечно, только в условиях, когда у вас достаточно прочные горные породы продуктивного пласта. Второй уровень сложности подразумевает следующую картину. Когда у нас основной ствол обсажен, зацементирован, и от него сделано ответвление в виде бокового ствола. Ну и в этом боковом стволе находится, например, хвостовик. То есть, причем хвостовик находится просто в свободном положении. Третий уровень сложности – это когда у вас есть основной ствол, зацементированный и обсаженный, и боковой ствол с хвостовиком. Но в чем отличие? В чем отличие между вторым и третьим уровнем? Что в этом случае у нас нефть идет с обоих стволов в один ствол. То есть, нефть идет, сколько у нас ответвлений, она будет собираться в один итоговый ствол и транспортироваться до поверхности. То есть, мы можем такую конструкцию скважины применять только для одного продуктивного пласта. Если же мы хотим использовать, допустим, два продуктивных горизонта, то мы можем использовать вот этот третий уровень сложности, когда у нас в боковом стволе находится отдельный хвостовик, и он отдельно механически сочленен с основным стволом. То есть, базовый основной ствол и хвостовик, они не пересекаются, у нас есть возможность качать нефть из каждого ствола по отдельности. Третий уровень сложности – это когда у нас идет два ствола, то есть, основной и боковой, они оба обсажены, оба зацементированы, и, собственно, они соединяются между собой, то есть, вы из двух стволов ведете одновременную добычу. Пятый уровень сложности подразумевает, когда основной и боковой стволы зацементированы, обсажены, и вы ведете раздельную эксплуатацию. Вот здесь как раз-таки эти прямо трубки даже показаны, что вы по отдельности качаете нефть из классов. И еще один вариант – это когда у нас используется сочленение из двух стволов, это называется rapid seal, то есть, вот оно так показано. То есть, у нас есть вроде бы основной ствол, но он потом разветвляется на два отдельных ствола практически одинаковых размеров, и мы из этих двух отдельных стволов тоже ведем добычу. То есть, как можно заметить, в плане сооружения многоствольных скважин нас практически не интересует ничего. То есть, никакие технологические аспекты, помимо того, как у нас будут соединяться основной боковой стволы. То есть, это и характеризует их сложность сооружения. Если, опять же, брать вот эти между собой технологии и сравнивать, то можно сказать, что первый и второй уровень сложности TAML – это даже ближе к многозабойным скважинам, потому что и стволы не обсаживаются, и добыча ведется с одного продуктивного пласта и так далее. Все остальное – это уже более такой серьезный уровень сооружения многоствольных скважин. Но хотя в целом сама по себе классификация TAML, она говорит о том, что мы классифицируем именно многоствольные скважины. В чем отличие между многоствольными и многозабойными скважинами? Я вам напомню. То есть, в идеале многоствольная скважина, у нее точки забуривания боковых стволов находятся вне зоны продуктивного пласта, они обычно находятся где-то выше. Во-вторых, мы бурим на разные продуктивные пласты нередко, мы боковые стволы обсаживаем, мы можем вести раздельную добычу. Когда мы говорим про многозабойную скважину, это та ситуация, когда мы в основном это ветвление делаем в рамках продуктивного пласта. То есть, это своего рода такая специальная большая перфорация в продуктивном пласте, чтобы просто увеличить объем воздействия на продуктивный пласт и просто получить дебет больше по сравнению с тем случаем, если бы мы не делали эти ответвления. Если говорить о профилях многоствольных скважин, то они могут быть выполнены в разном виде. То есть, на данной картинке они показаны. Есть разные вариации. Двойной профиль – это когда два ствола расходятся под 180 градусов друг от друга. Елочный профиль – когда несколько стволов находятся на одной глубине, но параллельно друг к другу. Тройной профиль – когда у вас достаточно мощный пласт и у вас несколько стволов находятся друг над другом на какой-то высоте. То есть, таким образом вы более эффективно прорабатываете по мощности пласт. Альтернативная версия тройному профилю – это как раз-таки скирдованный профиль, но тут разница в том, что пласты разные. Есть интересная вариация стержневого профиля. То есть, такие скважины бурятся крайне редко. Они в основном бурятся на бетуминозной нефти. Вот здесь она даже таким специальным цветом показана. То есть, мы подсекаем продуктивный горизонт с тяжелыми нефтями снизу и потом его начинаем сверху, например, прогревать, отбирая потерявшую вязкость нефть. То есть, более, так скажем, жидкую, более подвижную нефть. Ну и еще один вариант – это радиальный профиль. Это когда мы осваиваем пласт в каком-то определенном диапазоне по азимуту вокруг основного ствола. То есть, стволы идут в совершенно разных направлениях для того, чтобы охватить по определенной окружности часть продуктивного пласта. Если говорить о достоинствах и недостатках многостольных скважин, то здесь достаточно много всего написано. Но я постараюсь, опять же, это сузить до нескольких ключевых тезисов. То есть, во-первых, это то, что вы можете просто по факту эксплуатировать разные горизонты единовременно. Это, по сути, хорошо. Второй момент, который не стоит забывать, это увеличение дебита. И иногда такие скважины себя неплохо окупают, допустим, при условии бурения на море. То есть, когда у нас не так много места для перемещения. Если говорить о минусах многостольных скважин, то они дороже. Причем значительно дороже. У них осложнены процедуры ремонта. То есть, требует больших затрат времени, как говорится, сил на проведение всех этих работ. Есть определенные требования геологические. То есть, не в каждом разрезе вы сможете построить многостольную скважину. То есть, все-таки горные породы должны быть достаточно устойчивы. Ну и опять же, если вы получите аварию в одном из стволов, то есть, например, в основном стволе, то вы все боковые фактически для себя потеряете. Какие существуют технологии строительства многостольных скважин? То есть, я по ним быстренько для вас пробегусь, чтобы у вас было представление, как они могут сооружаться. То есть, существует три основных технологии. И мы сейчас их разберем. То есть, первая технология – это так называемый способ предварительно вырезанных окон в обсадной колонии. То есть, как это делается? На поверхности мы с вами берем обсадную трубу, вырезаем в ней окошки. То есть, прямо делаем в ней квадратики. Внутри этой обсадной трубы мы засовываем, запихиваем, запрессовываем, как вам нравится, патрубок. Ну, вот здесь он оранжевым цветом показан. То есть, этот патрубок, он как бы перекрывает вот эти самые окна. Далее мы спускаем обсадную трубу в скважину, производим ее цементирование. Когда вы произвели цементирование, у вас вот эта часть остается зацементированной. То есть, что патрубок снаружи, что внутри зацементирован. То есть, для того, чтобы его не раздавило, не продавило. После того, как вы подождали и цемент затвердел, вы спускаете до лото и разбуриваете как цементный камень, так и, собственно, вот этот внутренний патрубок. То есть, это позволяет нам что получить? У нас получается то, что остается одна обсадная колонна с вырезанными в ней окнами. И вот за этими окнами у нас находится цементный камень. Ну, поскольку мы цементирование произвели и снаружи, и внутри. После того, как мы произвели вот эти манипуляции, мы спускаем в скважину компоновку с клином-отклонителем. То есть, у нас специально в обсадной трубе есть посадочное место, куда этот клино-отклонитель может быть установлен. Мы берем его, спускаем, размещаем. Клино-отклонитель фиксируется. То есть, благодаря своей фиксации он ориентируется напротив первого окна, например. После того, как мы произвели спуск и ориентацию клина, мы спускаем компоновку для бурения и бурим скважину нашу до проектной глубины. То есть, до той, которая нам потребуется. Затем мы извлекаем на поверхность и компоновку для бурения, и непосредственно вот этот клин, который до этого у нас был спущен для направления инструмента в сторону. Мы произвели, допустим, бурение первого такого ответвления, потом устанавливаем клин в другом месте, например, напротив другого окна. То есть, бурим второй ствол, третий и так далее. То есть, как можно заметить, здесь нужно сооружать такие стволы в достаточно прочных горных породах, чтобы они могли достаточно длительный период времени простоять, по крайней мере, не обрушаясь. После того, как вы произвели отбуривание всех стволов, вы спускаете другой инструмент, то есть, такой, он называется многоразовый опорный установочный инструмент скважину. Он нужен для чего? Для того, чтобы перекрыть основной ствол. То есть, идея в том, что мы его спустили, и если будем спускать другой какой-нибудь инструмент скважину, то он в основной ствол не попадет, он, естественно, сразу будет в боковой уходить. То есть, мы спускаем этот многоразовый опорный установочный инструмент, и затем мы спускаем хвостовик. То есть, для того, чтобы обсадить боковой ствол. То есть, для того, чтобы спокойно произвести манипуляции по размещению хвостовика, по его закреплению и по его цементированию, если это запроектировано непосредственно в проекте. То есть, если у нас хвостовик планирует быть нецементируемым, то есть, если он не должно производиться за трубное цементирование, то окей, то мы его просто размещаем и подвешиваем в таком виде, в котором он и был спущен, то есть без цементирования. Затем, ну вот цементирование хвостовика производим, если это потребно. Затем мы производим очистку ствола скважины, если это было произведено цементирование, и извлекаем опорный установочный инструмент. То есть, по итогу у нас получается вот приблизительно вот такая картинка. То есть, основной ствол и боковой ствол, сочлененный с ним. То есть, ну в данном случае и та, и та часть зацементирована. Хотя, как уже сказал вам ранее, это может и не делаться. То есть, в зависимости, собственно, от проекта на бурение. То есть, хвостовик может цементироваться, может не цементироваться, как вы помните, по одной из наших первых лекций. При необходимости, если у нас эти стволы сориентированы на разные продуктивные пласты, то можно установить специальное оборудование в стволе скважины, которое нам позволит осуществлять так называемый избирательный доступ. То есть, которое позволит нам качать нефть, допустим, либо из основного ствола, либо из бокового ствола. Есть другой метод. Он более традиционный, более известный для наших отечественных реалий. Это называется способ вырезания окон в обсадной колонне. То есть, вы берете обыкновенную обсадную колонну, спускаете в скважину. Единственное отличие ее от традиционного бурения в том, что вы в эту самую обсадную колонну вставляете вот такую вставку разделительную, разделительную втулочку. Она имеет специальные пазы. Для чего они нам нужны, я дальше расскажу. Мы спускаем нашу обсадную колонну в скважину и цементируем ее. После того, как мы зацементировали, мы разбуриваем цементный стакан, делаем промывку скважины. Сама по себе вот эта втулочка, которая вот здесь была установлена, она выполнена из такого металла с таким покрытием, что цемент к ней не прилипает. То есть, пазы там не засоряются. После этого что мы делаем? Мы спускаем специальный геофизический прибор, который позволяет нам определить положение втулки. То есть, нас интересует положение втулки и ее ориентация. То есть, в каком направлении она у нас посажена. Это нужно для того, чтобы на поверхности нам клинотклонитель собрать. На поверхности мы собираем клинотклонитель, который, учитывая ориентацию втулки, при посадке на нее позволит нам сориентироваться в нужном направлении по азимуту. То есть, в нужном направлении на север, на юг, на запад, на восток. Затем мы спускаем на инструменте наш клинотклонитель и закрепляем вот в эту посадочную втулку. То есть, вот втулочка, и мы в нее садим опору клина. То есть, если мы все правильно произвели, правильно съемку, правильно ориентирование, то после проведения вот этих манипуляций у нас клин будет направлен в нужном для нас направлении стороны сверху. Следующим этапом является фрезерование окна. То есть, мы спускаем компоновку не с долотом, а с фрезами. То есть, фрезы – это специальные инструменты, которые позволяют нам разрушить металл. То есть, вырезать часть обсадной колонны, создать в ней окно и после этого уже получить доступ к горным породам. Сформировав окно в обсадной колонне, мы извлекаем клин вместе с фрезером на поверхность, спускаем разделительный инструмент специальный, чтобы он нам позволял делать избирательный доступ только в один из стволов, и производим забуривание бокового ствола до нужной глубины, с нужными параметрами, до нужного хвоста и так далее. Что мы делаем дальше? Спускаем хвостовик и цементируем, если это потребно. Ну и если уж там нужно, то мы там можем произвести, например, сочленение двух стволов, либо раздельную эксплуатацию. Это уже зависит от того, как у нас относятся продуктивные пласты и какой у нас режим добычи будет. Но нас в данном случае это не волнует, мы, буровики, этого особо не касаемся. То есть, нас интересует именно правильность сооружения скважины. После того, как мы обсадили боковой ствол, мы можем извлечь опорный установочный инструмент и по такому же принципу продолжать забуривать боковые стволы. То есть, в этой же скважине, в зависимости от того, сколько у нас боковых стволов запроектировано, столько мы можем и забурить, пользуясь этой же самой технологией. Вот здесь как раз-таки показана возможность одновременно раздельной эксплуатации. То есть, при желании можно так соединить между собой основной и боковой стволы, чтобы эксплуатировались по факту по отдельности два разных пласта. А можно это делать одновременно. То есть, это уже в зависимости от того, какие цели у данной скважины. Ну и третья технология, она самая необычная. Это технология так называемая Rapid Seal, либо технология герметичных соединений, которая подразумевает следующую манипуляцию. Вы бурите ствол скважины, внизу вы его частично расширяете. Затем спускаете обсадную трубу как раз-таки по технологии Rapid Seal. То есть, идея этой обсадной трубы, что она имеет определенный разделитель, а сама она как бы ужата-умята. То есть, она имеет профилированный вид. То есть, она как бы чуть-чуть уменьшена, ужата в размере. Вы ее спускаете в скважину в таком виде, чтобы она прошла. Затем внутрь этой обсадной трубы спускаете специальный насос электрический на кабеле. И инициация этого насоса, то есть, включая этот насос, насос вам раздвигает вот эту самую обсадную трубу профилированную, делая из нее вот такую, по сути, конструкцию. Мы ее называем штаны обычно. То есть, вот это как одна штанина, и вот вторая штанина у нас получаются. Затем мы производим цементирование вот этого интервала. То есть, все это дело заполняем цементом. И производим разбуривание цементного стакана. Наша основная задача – дойти до вот этого самого разделителя. То есть, когда будут, по сути, выходы в каждую штанину у нас даны. То есть, хоть в правую, хоть в левую. Затем, что мы делаем? Обращу внимание, вот здесь, видите, показано. Сверху над вот этими штанинами у нас стоит профилированная втулка Rapid Seal. То есть, как и в предыдущей технологии, здесь такая же втулочка есть, но только она стоит сверху, а не снизу. Что мы делаем дальше? Мы спускаем и ориентируем отклонитель. То есть, сначала в одном направлении. То есть, посадим его на вот эту втулочку. Она крепится, отклонитель у нас таким образом, что он ориентирует нас именно в направлении одной из штанин. Затем спускаем компоновку для бурения и бурим первый ствол. То есть, бурим первый ствол, производим обсадку его хвостовиком при необходимости цементирования и так далее. Затем мы меняем положение клина на 180 градусов в рамках этой втулки и те же самые манипуляции делаем со вторым стволом. И у нас получается два ответвления под 180 градусов друг от друга расходятся. Затем уже можно, допустим, взять и прикрепить сюда, смонтировать соединение, так называемое Dual Access. То есть, это специальная компоновка для избирательного доступа, чтобы качать нефть из разных пластов. То есть, если у вас нет такой потребности, если вы на один пласт работаете, ну, пожалуйста, вы качайте с одного пласта. То есть, вам эта система не особо нужна. Ну и пробежимся еще по двум технологиям для, так скажем, закрепления. Это технология многозабойного бурения. Первая технология – это радиальное бурение. То есть, само по себе радиальное бурение – это способ многозабойного бурения, либо по-другому называется глубинная перфорация пласта для того, чтобы повысить ее нефтеотдачу. В отечественном и зарубежном понимании подразумевается по-разному технология радиального бурения. Вот если говорить об отечественном подходе, то что у нас понимается под радиальным бурением – это когда вы взяли, пробурили горизонтальный ствол, скважина. Его можно закрепить, можно не крепить, можно ствол оставить открытым, в зависимости от того, насколько прочные горные породы. Затем вы размещаете в своем горизонтальном стволе клинотклонитель, забуриваете один ствол в одну сторону. Допустим, приподнимаете его, меняете положение, забуриваете ствол в другую сторону, потом в третью сторону и так далее. То есть, вы забуриваете множественное количество стволов в разные совершенно стороны. То есть, диаметр этих стволов идет порядка 112-115 мм, протяженность до 300 м. И вот таким образом вы охватываете большой объем пласта. Обычно такие стволы все-таки стараются каким-то образом обсадить, например, пластовиками, либо еще чем-то. Есть второй вариант, это более подходящее под понятие глубинная перфорация пласта термин. Это как раз технология радиального бурения, гидроэрозионная называется. Что мы делаем? Мы берем в обсаженную скважину, спускаем на насосно-компрессорных трубах специальный вот такой направляющий башмак. Он показан у нас бордовым цветом. Через этот башмак мы на колонне гибких труб, то есть колтюбинговым методом, спускаем фрезу гибкую, которая позволяет нам проперфорировать обсадную колонну, просверлить ее. После этого мы извлекаем фрезу и спускаем за место фрезы на гибких трубах гидромониторную насадку, с помощью которой мы берем, размываем боковой ствол на расстояние до 100 метров и диаметром 25-50 миллиметров. То есть обычно, если верить, так скажем, тому, что рекламные буклеты говорят про эту технологию, то время тратится на вот эти все манипуляции порядка 30 минут, на один ствол. Не знаю, насколько это реально, я в этом плане сомневаюсь, что можно за 30 минут размыть 100 метров пласта, но тут, как говорится, нам есть возможность только довериться производителю. Сама по себе направляющая компоновка выглядит вот таким образом, то есть это вот ее чертеж. То есть у нее есть специальный, как говорится, якорный элемент, с помощью которого мы ее фиксируем. Внутри у нее направляющий канал, по которому у нас спускается либо фреза, либо гидромониторная насадка. Ну и, конечно, в составе вот этой компоновки у нас есть так называемый локатор муфтовых соединений. Он нужен для того, чтобы нам геофизически определять, где у нас находятся муфтовые соединения, ну то есть чтобы напротив них не останавливаться, то есть чтобы у нас сверление обсадной колонны шло в наиболее тонкой части. Компоновка для фрезерования выглядит вот таким образом. То есть у нас есть гибкая фреза на карданном валу, то есть вот сама фреза и карданный вал. Устройство для передачи нагрузки, забойный двигатель, ну и в принципе все. То есть здесь больше никаких дополнительных элементов особо не требуется. Ну и все это дело спускается, как уже говорил, на компоновке гибких труб. Если говорить о гидромониторной насадке, о вот этом элементе, то выглядит она таким образом. То есть она спускается, вот эта сама гидромониторная насадка, рука высокого давления, ну и непосредственно переходник на колонну гибких труб. Гидромониторная насадка, она имеет сопловидную конструкцию, то есть у нее вот здесь, собственно, каналы высокого давления для жидкости. И плюс еще такие же каналы, направленные в противоположную сторону, которые позволяют нам дополнительно калибровать канал, который мы размываем, и в некоторой степени производить центровку вот этой самой гидромониторной насадки, чтобы она прямее шла по продуктивному пласту. Вот здесь на слайде показаны как раз-таки фотографии того, как вроде бы это все выглядит в поверхностных условиях, все эксперименты. Насколько это реально пробурить в забойных условиях, именно прямолинейные каналы большой протяженности, ну вопрос достаточно спорный. Потому что не до конца ясно, как будет влиять горное давление, не до конца ясно, как поддерживать прямолинейность стволов вот этих боковых, но, собственно, производитель за это вроде ручается. Ну вот, ключевые вопросы к технологии. Для всех ли пластов это подойдет? Как управлять движением насадки? И будет ли это как-то влиять на проницаемость продуктивного пласта? Потому что размыв ведется водой. А вы знаете то, что вода, ну я думаю, разработчики, ребята, должны знать, что вода усугубляет скин-эффект, то есть создавая, допустим, водонефтяные эмульсии и так далее. Ну и заключительная технология на сегодня – это технология фишбонд, так называемая. Что это такое? Существует, опять же, есть понятие отчисленное, есть зарубежное. Мы поговорим сегодня только про зарубежное. Это технология, которая была придумана в Норвегии как альтернатива гидравлическому разрыву пласта, ну потому что считается, что ГРП – это варварский метод добычи и так далее. И, собственно, норвежцы, северные люди придумали вот эту технологию. То есть в чем ее идея? Мы берем, спускаем в скважину, в хвостовике, то есть мы отбурили горизонтальный ствол, и мы туда спускаем хвостовик. В каждой секции хвостовика у нас стоит вот такая турбиночка. От этой турбинки идет гибкий вал, и этот гибкий вал заканчивается маленьким долотом, которая выглядывает из стенки вот этого хвостовика. В каждой секции три турбины, три гибких вала, три долота. Все эти долоты у нас смотрят под 120 градусов друг относительно друга. Мы спускаем вот этот хвостовик в скважину, несколько секций этого хвостовика, и в первую очередь мы включаем насос, создаем циркуляцию. Под действием циркуляции у нас начинает расти давление внутри хвостовика. Почему оно начинает расти? Потому что хвостовик в самой нижней части у нас закупорен, то есть там стоит резиновая мембрана. То есть мы качаем насосами, качаем, качаем, качаем жидкость, давление увеличивается, увеличивается, увеличивается. В какой-то момент сначала раскрываются крепежные узлы вот этих хвостовиков. То есть там стоят такие профильные перекрыватели сетчатые, они раздуваются и зацепляются за стенки скважины. То есть мы продолжаем качать насосом жидкость. В какой-то момент, когда давление достигнет предела, мембрана прорывается резиновая, и в скважине начинается циркуляция. То есть насос обеспечивает циркуляцию раствора. Раствор начинает свободно протекать через хвостовик. Следовательно, начинают вращаться турбины. Получается так, что каждая турбина начинает вращаться внутри секции, передает свое вращение на гибкий вал, а гибкий вал, соответственно, долото. Поскольку поток жидкости создает еще и осевое воздействие, то, следовательно, он как бы толкает вперед наши турбинки в осевом направлении и создает на них осевую нагрузку. Это передается на долото. Следовательно, долото не только вращается, но еще начинает непосредственно сверлить горную породу. Вот здесь как раз-таки показан момент выхода долота в горную породу и внедрение под действием вот этого эффекта турбинного. И у нас получается, что турбинки, двигаясь внутри секции хвостовика, создают вращение на долоте, создает на него такое давление, которое позволяет долоту, это долото, кстати, в терминологии, технологии фишбон называется игла. То есть, вследствие этого вращения осевого усилия у нас происходит сверление горной породы и наши долоты внедряются в горную породу, создавая перфорционные каналы. По итогу, вот у нас здесь скриншот показан, у нас в идеале должна вот такая картинка создаться. То есть, у нас в разные направления будут направлены множественные каналы, которые будут создавать так называемые перфорционные каналы для добычи нефти. Мы никуда не извлекаем потом эти долота, мы никуда турбинки не извлекаем, это все так и остается на этап эксплуатации. То есть, у нас все это находится в таком режиме, и мы уже производим добычу нефти в дальнейшем. То есть, мы можем наш хвостовик подключить к колонии НКТ и, собственно, вести нефтеотбор. Какие ключевые вопросы к данной технологии? Ну, первый вопрос. Сколько это все-таки стоит? Потому что, действительно, сама по себе технология высокоинтеллектуальна, как вы можете заметить, но, как минимум, даже не интеллектуальная, а сложная технологически. Наверное, так будет правильно. Во-вторых, как обеспечить контроль работы вот этих самых игл? То есть, кто вам сказал, что вот эта конкретная игла, она именно будет вот в этом направлении, именно с такой скоростью выдавливаться и так далее? Или кто сказал, что, например, вот эта турбинка не заклинится, и вот эти все за ней не встанут? То есть, здесь вот этого контроля нет, надежности нет. И это вызывает тоже определенные вопросы. Ну и, конечно, для каких горных пород это подойдет? Потому что понятно, что не для каждого типа пород, не во все породы по твердости сможет войти вот так называемая вот эта игла, да? Несмотря на то, что она даже может быть выполнена там из очень прочных материалов. Ну и не стоит забывать, что, в принципе, в разных направлениях, в массиве горных пород у нас разный стресс, то есть, разные напряжения, которые будут противостоять нашим иглам. И вследствие анизотерапии, то есть, разности свойств горных пород, у нас просто они не могут равномерно, вот эти иглы, во всех направлениях внедряться в горную породу. То есть, вот это вопрос, на который конкретного ответа нет. Несмотря на то, что вроде ходят слухи о том, что эта технология применялась и применяется, но практика показывает, что информации в открытом публичном доступе по ней практически нет. Возможно, как раз-таки потому, что к ней все равно еще достаточно много вопросов, и она не до конца отработана. Итак, коллеги, на этом у нас все.